Добрый вечер, друзья! Вы в Швейцарии, в гостях у швейцариков, и с вами Надя. Мы на нашей кухне, а раз на кухне, значит, поговорим о еде и будем что-то готовить. Яиц накрасили много. Сколько я накрасила, каких цветов, вы увидели в моих видео. Пасху я не пекла, куличи не пеку, потому что у меня очень плохо работает духовка. Я купила в Италии понетон, который называется Коломбо. Коломбо де Пасхуа. О ней я расскажу в следующем видео. А сейчас я хочу поделиться рецептом салата. Мне нужен салат, который бы ночь постоял в холодильнике и пропитался. Называется он птичье гнездо. Я думаю, что все этот салат знают. Он называется по-разному. Кто-то его называет гнездо глухаря, кто-то просто гнездо. Я его называю птичье гнездо. Кто-то готовит его с говядиной, с курицей. У меня будет индейка. Очень вкусно получается с картошкой. Но картошку, когда готовим с картошкой, это гнездо, нужно подавать еще горячим, потому что картошка фри, она со временем мякнет, мягкая становится, не очень вкусная. Поэтому я сейчас сделаю с сыром, оставлю на ночь в холодильнике. И завтра у меня гости, и я их буду угощать этим салатом. Что нам надо для этого салата? У меня 400 грамм индейки. Я отварила ее в подсоленной воде, остудила. У меня будет 4 человека завтра за столом. И я примерно по 100 грамм на человека планирую. 4 соленых огурца. 5 отварных яиц. У меня крашеные. Я вам потом скажу, что я с ними сделала. 3-4 красных луковицы. Твердый сыр. Можно такой твердый, как у меня, или можно гауду, помягче чуть-чуть. Он будет даже лучше. И майонез. Я его купила, но посмотрела, подумала и решила сделать сама. Что мне надо для майонеза? Свежие яйца. Лимонный сок. Соль и сахар. Почти полная ложечка, но без горки. Такая маленькая ложечка чайная. Ну, естественно, миксер. И еще нам потребуется свежая петрушка. Вот такая пучочка. Сначала сделаем майонез. Для этого мне надо 2 яйца. Я их всегда разбиваю сначала в чашечку, чтобы проверить, мало ли чего. Отправляем в блендер. Соль, чуть поменьше чайной ложки. И сахар тоже, столько же. Лимонный сок. Где-то половинку лимона, но я взяла 2 столовые ложки лимонного сока, такого, магазинного. Начинаем все это взбивать. Пожужжу немного. Когда чуть-чуть начинается взбиваться, наливаю растительное масло. У меня, как всегда, 50 на 50. Ну, вот и все. Извините, пожужжала. Майонез очень хороший получился, густой. И мы им будем смазывать наш салат. Следующим этапом, что мы делаем? Я порезала лук. Вот красный лук. Порезала полукольцами и залила его кипятком. Пока он стоит, ошпаривается, выпускает свои эфирные масла, я порезала мясо и начинаю выкладывать его на тарелки типа гнезда. Для этого, чтобы серединочка осталась, я поставила стакан. И просто вот так вот, как ветки, как птички гнездо строят, вот так насыпаем вокруг этого стакана. Это у нас будет первый слой. Нам каждый слой надо будет промазывать майонезом. Лучше, конечно, кондитерским мешком. Можно ложкой. Если он в тюбике, то можно из тюбика выдавливать. Мы сейчас вот так его аккуратненько делаем. Так как у меня майонез свой, я его приготовила у вас на глазах. И не в тюбике, я его перелила в обыкновенный полиэтиленовый пакет. Сейчас отрежу маленькую дырочку. И все. И помажем все это майонезом. Вот так. Чтобы у меня он не вытекал, поставлю так. Теперь нам надо бы лук. Давайте сделаем, пока лучок у нас не готов. Жестковатый чуть-чуть. Он, конечно, не должен быть совсем мягкий. Мы порежем огурчик. И тоже его надо будет порезать соломкой. Вот такой вот соломочкой. И тоже мы его положим, этот огурчик. У меня малосольные, кстати, огурцы. Тоже вот так же еще один слой. Порезать пополам. И вот так поехали. Конечно, помельче надо. Прямо как будто бы это веточки, палочки для гнезда. То есть строим гнездо, как птички. Салат несложный и вкусный. Довольно простой. Быстро его делать. Я не скажу, что очень сложно. Его ведь можно не обязательно на Пасху. На любой праздник. Да и просто так. Некоторые семьи обедают, как праздник. Как будто бы у них каждый день. Хорошо это или плохо, не знаю. Вот. Если, наверное, конечно, кто-то дома не работает, можно и поготовить. Вот так слой огурчиков. Сколько у меня их тут? Четыре. Сейчас я вам еще про яйца расскажу. Несколько яиц у меня лопнули. И, естественно, внутри окрасились. И я подумала, почему бы не сделать крашеные яйца, но, конечно, не синтетическими красителями искусственными. Хотя и пищевые. Вот я не знаю. Надо будет как-то состав почитать. Не покупала я ни разу пищевых красителей. Смотрите. Получилось у меня красное. Это вот как раз вот это лопнуло и окрасилось. Это у меня было в свекле. Это я покрасила в куркуме. Это я покрасила в голубом отваре от красной капусты. Это тоже куркума. А это после куркумы, желтая, положила в отвар капусты. Получилось такого оливкового цвета. Посмотрите, какое красивое. Вот мы сейчас тоже их разрежем. Делаем так. Желтки откладываем. Отделяем. А белки режем. У нас получается как будто бы это соломка. Тоже режем. Конечно, может быть, было бы лучше беленькое. Кому-то, может быть, белое нравится. Не знаю. Я вот решила сделать разноцветное. Смотрите, как красиво. Сейчас мы тоже майонезом помажем. Конечно, это сверху не будет смотреться. Не будет видно цветных яиц. Но когда на тарелку человек положит. Кстати, можно нафальшировать. Вот тоже идея такая. Сделать цветные яйца. Разрезать. Ну, видите, они не прокрашиваются в середине. Можно попробовать, поэкспериментировать. То есть, еда это такое дело. Можно съесть круглым. Можно съесть квадратным. Вот. Так же с яйцами. Это мы все с вами оставим. Это потом перетрем с петрушкой. И сформируем яйца, которые в гнезде лежат. Кстати, можно сделать как раз вот эти цветные. Положить в гнездо. Что мы делаем дальше? Надо натереть сыр на крупной терке. Видите, я порезала яйца. У меня получилось очень красиво. Светленькое такое. Все разноцветное. Голубые, желтые, розовые. Я вам приготовила. Покажу, как я это сделала. Так, трогать. Ну, грамм 100-150, чтобы все это закрыть. Но сначала мы положим лук. Лук чуть-чуть остыл. Сейчас его надо будет отжать. Положить сверху. Кстати, лук можно сделать и вторым слоем на мясо. Мне почему-то так захотелось. Это же не обязаловка. Можно варьировать, как получится. Я надела перчатки, потому что все-таки здесь и горячо, и потом перчатки мне пригодятся еще катать шарики. Вот так раскладываем лук. Он уже такой не злой. Запах такой стоит приятный. Кто-то не любит вареный лук. А я, кстати, с удовольствием ем. Вот такой слой лука красненького. Сейчас мы его еще повылавливаем. Уже такой приятный. Даже на ощупь. Так. Это мы лучок положили. Так. Теперь немного-немного майонеза. Прям совсем чуть-чуть. Потому что майонеза много тоже нехорошо. Но, в принципе, на том он и стоит, этот салат. Что нужно его смазывать каждый слой майонезом. Я, кстати, один слой не промазала. Потому что огурцы соленые. Майонез соленый. И мне кажется, будет немного солоновато. Ну, это, в принципе, как говорила моя бабушка. Пересол на спине, не досол на столе. Вот. И сейчас посыпем. Так. Это я сейчас все уберу. Так. Сюда поставлю. Унесу. Вам не видно, наверное. Видно, да? Видно салатик. Вот сюда поставлю. И посыплю сыром. Весь салат. Из боков и везде. Закрою тертым сыром. Можно вот так руками. Ничего страшного. У меня руки в перчатках. В принципе, я не люблю перчатки. Я не люблю готовить в перчатках. Но иногда есть такие моменты, что без перчаток, ну, никак. Или что-то очень горячее. Или острое. Например, я когда тру на терке, особенно на мелкой, я обязательно пораню палец. Поэтому я надеваю перчатки. У меня была такая штучка, пластмассовая. Которая помогает, придерживает. Куда-то вот она у меня пропала. Не знаю. Что-то пропадает. Барабашка утащил. Так. Ну вот, салат у нас практически готов. Немножко сыр посыпался. Но это ничего страшного. Это у всех бывает. Я потом все это дело уберу. Все будет чистенько, аккуратненько. Вот. Видите? Пришлепали салат. Надо было, наверное, на дождичку поставить. Ну, ладно. У меня стол. Тут я на нем готовлю. Вот. И теперь вынимаем стакан. Получается у нас такое гнездо. И оформляем его петрушкой. Вот так. Вот так петрушечкой. И теперь. И теперь. Смотрите. Фокус-фокус. Друзья, я прошу прощения. Немножко. Вот видите, как мусорно. Ну, сыр он сыр. Это сыр у меня такой, который крошится. Твердых сортов. Конечно, если вы возьмете гауду или какие-то там полумягкие сорта, будет намного лучше. Ну, ничего. Вот так. Чистенько у меня. Все хорошо. Теперь, смотрите. Вот эти яйца я покрасила в куркуме. Ну, полежали полчаса, наверное. Можно положить вот так желтенькое. Что-то там надо какую-то основу, иначе проваливается. Может быть, кусочек сыра. Давайте мы делаем кусочек сыра. Положим. Потом его просто кто-то съест. Вот так. Вот. Яйцо желтое. Здесь у меня яйцо желтое. И в этой, в отвале, синей капусты. Яйца я красила вчера, поэтому все свежее. Держала в холодильнике специально, чтобы поэкспериментировать. Смотрите, какой красивый оливковый цвет получился. Кстати, вот так можно покрасить яйца. Цвет очень приятный. И нафаршировать оливками с желтком. Я сейчас в уме держу этот рецепт. Я обязательно сделаю и с вами поделюсь. Тоже кладем сюда. И еще одно у меня яйцо. Ждет очереди. Тоже, если вы помните, я красила свеклой. Здесь у меня в свекле. Но не совсем разбитая. Вернее, очищенная. А полуразбитая. Смотрите, как получается интересно. Такой эффект. Вот такой. Сеточкой, паутинкой. Посмотрите, как здорово. Вот. Вовнутрь яйца не прокрашиваются. Поэтому, если фаршировать, надо будет, наверное, все-таки разрезать. И вот сюда такое яичко. Вот. Видите, как красиво. И еще мы сейчас из этих желтков я порезала сюда петрушку. Добавила немного майонеза. И из этих желтков скатаем шарики, тоже как яйца птичьи маленькие. И украсим этими яйцами. Так. Все что-то у меня разваливается. Кругленько надо. Как яичко. Яйцо. Как яйцо. Вот так вот. Что-то такое наподобие. Вот сюда можно положить. Можно где-то так положить. А можно даже и без них, честно говоря. Мне кажется, без них даже было бы и интереснее. В принципе, мы раньше делали вот так. То есть, желтки с петрушкой, с укропом. И украшали. А сегодня мне вот мысль такая вот пришла в голову. Вот еще одно яйцо сделаем. И еще. Это, кстати, можно, наверное, вот здесь где-нибудь. Вот так. Вот. Для украшения. Ну и вот, получилось у нас птичье гнездо. Ну, это, конечно, не глухариное никак. Не глухариное. Глухариное с картошкой надо делать. Вот так. Делаем. Ну что, друзья, салат готов. Покажу еще раз поближе. Я надеюсь, вы поняли, что это яйца не в скорлупе. Это белок так покрасился. Поэтому я и говорю, у меня возникла мысль нафаршировать цветные яйца. Будет очень интересно. Сегодня ночью вы, наверное, пойдете в церковь. Завтра Пасха. Я бы с удовольствием тоже в церковь сходила. Но, увы, ях, от нас очень далеко. 60 километров в Тюрихе. Ехать только просто, чтобы постоять там ночь. Потом обратно. Я просто не рискую. Хельмутом. Здоровье уже не то. И потом я считаю, что яйца можно и так съесть. Тем более они у нас продаются цветные уже в магазине. Называются пикник яйца. А Пасху я не пеку. Потому что, во-первых, у меня печка не работает нормально. Все-таки это такая вещь, которую нужно выстаивать, отстаивать, настаивать. Не совсем просто. Не как печенюшки испечь. Вот. А во-вторых, я считаю, что Пасху надо кушать, когда ее батюшка осветит. То есть на нее вода святая попадет. И не просто из бутылочки попрызгать. У меня целая пол-литровая бутылка этой святой воды. Но это будет уже не то. Несмотря ни на что, я встречаю Пасху с радостью. То есть праздник, он и есть праздник. Святой праздник, светлый праздник. Желаю вам крепкого здоровья. Желаю вам солнца в сердце и в душе. Будьте счастливы. Всего вам доброго. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Видите? Все-таки эта мысль все равно проскальзывает. Не забывайте меня. Рассказывайте завтра, как вы встретились, что кушали. Мне будет все интересно. Мы с вами подискутируем, поболтаем. Пока-пока. До следующего видео. С вами была Надя. С вами была Надя.